Последние штрихи. Работники снимают чёрную защитную плёнку с информационных табло и дорожных знаков. С этого момента официально парковка считается платной. На это указывают не только знаки, но и вот такие паркоматы, установленные рядом с заездными карманами. С их помощью и оплачивают стоянку. Как ими пользоваться водителям, рассказывают волонтёры. Для оплаты платной парковки через паркомат вам нужно подтвердить номер зоны, на которой вы находитесь, далее ввести регистрационный номер автомобиля, обязательно указать номер региона. Далее нажимаем кнопочку «Вперёд». Устанавливаем время, которое вы планируете простоять. Минимальный интервал – 15 минут. Здесь указывается текущее время, дата окончания парковки и дата. Расплатиться можно банковской, либо парковочными картами, а также с помощью СМС или мобильного приложения. Причём плюс последнего способа оплаты в том, что если вы освободили стоянку раньше срока, то неиспользованная часть денег возвращается на парковочный счёт пользователя. Её можно использовать для оплаты последующих парковок. Стоимость одного часа парковки стоит 30 рублей. Человек должен в течение первого часа начать парковку. Если он приехал за 15 минут сделать свои дела и уехал, его никто не оштрафует. И, собственно, для этого и делается парковка. Для того, чтобы человеку ненадолго сюда нужно приехать, чтобы он мог воспользоваться этим паркоместом. В случае неоплаты парковки водителю по почте придёт штраф в тысячу рублей за повторное нарушение – полторы тысячи. Рассмотрением дел за нарушение правил парковки займётся административная комиссия. Контролирует оплату парковки машины, оснащённой специальным оборудованием. Такие автомобили, патрулируя улицы, считывают номера и мгновенно сверяют полученные сведения с базой данных. Транспортные средства, которые будут курсировать, патрулировать, они как раз будут фиксировать время. И те транспортные средства, непосредственно их номерные знаки государственные, которые заняты. И совмещение времени и места. Стоянки платные с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. На каждой есть место и для размещения транспортных средств льготных категорий. В число льготников входят экстренные службы, многодетные семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, узники, концлагерей. Для того, чтобы получить льготу, необходимо прийти в созданное МКУ, Белгородское парковочное пространство, и оформить соответствующие документы. Это сделано для того, чтобы у нас весь город неожиданно не стал инвалидами, либо еще кем-то, для того, чтобы действительно те люди, которые имеют на это право, они должны этим пользоваться. Введение платных парковок – необходимость, которая назрела давно и продиктована загруженностью дорожной сети, особенно в центре города, а также возрастающим год от года количеством автомобилей. Нередко в течение всего дня стоянки заняты грузовым транспортом, либо автомобилями людей, работающих в этой части города. У обычных водителей, приезжающих по делам, возникают проблемы с парковкой. Цели – это уменьшение и транспортного потока в центре города, уменьшение количества заторов, ну, что немаловажно, и профилактические меры в части нарушения правил дорожного движения. В части, касающиеся нарушения правил остановки стоянки транспортных средств. Платные места для стоянки теперь есть на Гражданском проспекте, проспекте Славы и улице Князя Трубецкого. Всего здесь установлено 19 аппаратов. При разработке проекта по организации платных парковок наиболее загруженные места города были разделены на несколько территориальных зон. В будущем денежный тариф может быть изменен для каждой конкретной улицы в зависимости от уровня ее популярности, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Задача основная – это не заработок денег, а задача именно регулирования транспортных потоков. Если будет понимание, что эта цена слишком низ, слишком высокая и будет большое количество мест высвободиться, это будет стимулом к тому, что цену необходимо снизить. То есть нет задачи заработать денег. Есть задача сделать наш город еще удобным для жителей и для его гостей. Платные парковки практикуют во многих городах России. Это позволило уменьшить автомобильный поток на улицах и улучшить работу общественного транспорта. При разработке проекта в областном центре за основу взяли опыт Москвы, Екатеринбурга, Калуги и Сочи. Пока белгородские водители настороженно относятся к таким нововведениям. Я за, если цена будет разумная. Понятное дело, лучше, когда она бесплатная. А ну сделали, сделали. Но все равно, как она была всегда занята, так она платная, не платная. Сейчас еду, смотрю, свободные места справа, слева стоят, даже удивился. Остановился и потом уже услышал и увидел, что это платная парковка. Это первый этап проекта. Всего в Белгороде создадут 1750 платных муниципальных парковочных мест. Такие стоянки разместятся как в центре города, так и на Харьковской горе. Надежда Свиридова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.